Бескорыстно дарят свое творчество. Студенты и преподаватели Белгородского института искусств и культуры уже не первый год на благотворительной основе дают концерты, ставят спектакли и преображают окружающее пространство. В 2015 году в рамках такого социального проекта было живописно оформлено 60 подъездов жилых домов в разных городах области. В этом году в работе около 20 объектов. Свой худорственный образ обретают фасады и помещения школ, больниц и детских садов. Как это происходит, наблюдала Наталья Александрова. Волшебное зеркальце, белая искусница, кот ученый и, конечно, дуб зеленый. Все это в детском саду Лукоморье появилось благодаря студентам и преподавателям Белгородского института искусств и культуры. Современные дети, которых окружают гаджеты, цифровые технологии, какие-то неизвестные персонажи современных зарубежных мультфильмов. И тут пушкинские сказки. Наверное, я думаю, что это не просто красиво и эстетично. Это еще и несет определенную образовательную, такую развивающую ценность. Теперь яркие образы сказочного мира художники Института искусств и культуры несут Белгородскому детскому саду номер 57. Саша, Даша, не ходите, пожалуйста, тут за стороны посмотрите. Первым делом посмотреть, как преображается их павильон. С этого теперь здесь начинается каждая прогулка. Красивые каратинки. У нас зайчик и воломыш. А у меня оленя. Здесь мы не только прячемся от дождя и играем, но мы еще здесь и развиваем свои умственные способности. Обратились к родителям, павильон красиво покрасили. Затем мы обратились в Институт культуры. Преподаватели Белгородского института искусства и культуры вызвались помочь воспитателям создать в павильоне развивающую среду. Тематику сотрудники детского сада выбирали совместно с художниками. Наши дети средняя группа с 4 до 5. Тематика времена года очень близка детям. 4 времени года. У нас и задания там есть. В основе изображений книжные иллюстрации. Мы просто опирались на те картинки, которые нам предложили воспитатели. Мы стараемся их сделать как можно более яркими. Изображения делаются максимально крупными и для того, чтобы показать наглядность. Не учитываются такие законы, как перспектива. Делается максимальная стилизация, чтобы детям было интересно находиться в этой среде. Хотя художники расписывают павильон во время своего отпуска, признаются, что эта работа одна из самых приятных, когда ничего не мешает полету творческой фантазии. Во-первых, нас не нагружают какими-то заданиями. Мы работаем свободно, мы придумываем свои идеи, свои темы. Что мы придумали, да, но в меру своих фантазий, да, мы можем здесь и сообразить. Что это будет, ребята и воспитатели увидят примерно через две недели. Такой опыт – уникальная возможность профессиональной самореализации с новой стороны, уверена ректор Белгородского института искусства и культуры. Они бескорыстно дарят свое творчество и свои идеи. Это учит добру, взаимопомощи. А именно таким должен быть специалист сферы искусства и культуры. Наталья Александрова, Виталий Петренко. Новости Мира Белогорья.